Дневной разворот Заседания ОПРФ озвучивались У нас тут Андрей Васенко был Начинаем Естественно Мы не можем просто не упоминать Тему нашего первого часа Это ситуация с хоккейным клубом Родина Уже было озвучено здесь Марина Николаевна Копырина Что в решении есть рекомендовать Все-таки правительству организовать встречу И проработать этот вопрос Как думаете встреча будет? Я думаю что конечно будет И то что у нас произошло Встреча в палате Ну поскольку люди звонят Болельщики звонят в палату С возмущением Потому что происходит Мы решили на площадке общественной палаты Собрать все заинтересованные стороны Пригласили хоккейный клуб Пригласили представителей министерства Спорта и молодежной политики Пригласили журналистов Но их было больше всех журналистов Из всех участников этой встречи Что тоже говорит о том Что это горячий вопрос Конечно вопрос на самом деле горячий Выслушали все стороны Обменялись мнениями Ну и в итоге решили еще раз Инициировать перед губернатором области Проведение некого такого серьезного совещания На правительственном уровне Для обсуждения проблем Хоккейного клуба Родина Детской хоккейной школы Ну и чтобы все-таки Какие-то пути и выходы были найдены Будем ждать ответа правительства Мы уже говорили в первом части Что наверняка Не то что Нью-Йорка Я абсолютно уверена Что этот вопрос обсуждается Может быть даже ежедневно И какие-то решения должны будут приниматься Может быть нужна какая-то помощь Мы ждем уже реакции правительства Когда она возникнет Мы обязательно ее здесь осветим Давайте перейдем к итогам работы общественной палаты Просто этот пример тоже очень яркий Я его приводила в первом часе Когда Володя говорил Как ты думаешь Света там активно работает палата Неактивно На каждый абсолютно На мой взгляд На каждый острый вопрос На каждое обращение И даже частное обращение Людей Живущих в этом регионе Палата реагирует Ну иначе нельзя А зачем тогда существовать Общественной палате Я насчет частных реакций скажу еще Ну вот я Открыл в айпаде Одну страничку Специально готовясь Заготовил сначала цифирь Статистика 2017 год Пять пленарных заседаний 14 заседаний совета 40 заседаний рабочих групп 23 заседания Региональных групп Общественного контроля Гражданский форум 20 секций Работало 3 дня 7 горячих линий Общественной палаты 30 семинаров Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Для собственников Многоквартирных домов Два семинара Общественной палаты Для НКО По подготовке грантов На президентский конкурс Иначе у нас Прекрасные результаты У наших НКО По грантам этим Общественное слушание По вопросу создания На территории Кирова-Слободского И Кирово-Чепецкого Зеленого щита Ну много чего еще Мог бы привести И статистики Ну вот А и Наконец-то По законодательной инициативе Палаты Был принят новый закон Общественной палаты Кировской области В этом же году И также закон Внесения изменений В этот закон Вот Вот цифре Вот в числовом выражении А количество обращений Это подсчитывается? Подсчитывается Вот год закончится Посмотрим Ну они же разные бывают Понятно По смене идет обращение Иногда просто звонят По телефону Те же горячие линии Без всякой горячей линии Бываю когда в палате Вижу как сотрудники аппарата Отвечают на эти звонки Понятно что всякие бывают звонки И не очень адекватные И прочее Ну вот если говорить К частным каким-то случаем Вот когда у нас Позавчера состоялось Заседание комиссии По образованию, культуре и науке Там длинное название Очень такое И рассматривались Ну например такой вопрос Коллективное обращение было От сотрудников детского садика Села Кобра Нагорского района Дело в том что Садик располагается в двух местах Одна группа в школе Одна группа в маленьком деревянном здании Группы небольшие конечно И район принимает решение В целях оптимизации Что понятно тоже Соединить эти группы в одну В школу Это деревянное здание закрытие Значит не надо отапливать Его держать в стороже Там техслужащие Ну некая экономия бюджетных средств Там получается И понятно что мы пригласили Тоже представителей администрации Но что меня порадовало Там очень внятный и интересный Глава района Владимир Евгеньевич Булычев Он мне за несколько дней позвонил Говорит Слушай я тоже приеду Вопрос меня очень тревожит Волной Я говорю да ну будет Начальник РАНО Нет 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 И он приехал А из садика приехали По-моему человек 4 Воспитатели Заведующие Мы долго обсуждали этот вопрос Потому что мне понятна позиция администрации Экономия неких бюджетных средств Но мне непонятно было Почему это решение надо принимать Было с 1 февраля 18 года Вообще-то в образовании Среди года Таких реорганизаций Не проводят И потом Что такое с февраля Восвобождаются люди И те же воспитатели Которые вряд ли найдут Сразу себе работу В селе Кобра А если бы скажем Закрыть это Ну условно говоря С 1 июня Там летом Есть возможность У людей где-то Найти работу И прочее В общем мы нашли На наш взгляд Компромиссный Вариант Достаточно интересный С которым согласились Те и другие стороны Сейчас не расчеты Все делают Ну вот частный случай Маленького детского сада А там в чем проблема Они закрывают это здание И там детишкам Места будет меньше Не хватает Нет Детям-то как раз Все нормально На детях это не отразится На детях это не отразится Никак А вот это отражается На работниках То есть там Под сокращение Попадают сразу Человек 8 Которые сразу Теряют работу Для небольшого села Это серьезная цифра Меша Ну на самом деле И такие вопросы Которые касаются Вроде бы небольшого Количества людей Там до десятка людей И глобальные вопросы Решаются на площадке Общественной палаты Надо понимать Что и очень серьезные Там долго играющие Истории тоже Например я Как член комиссии По вопросам экологии Знаю Что в этом году Очень пристальное внимание Комиссия уделяла Вопросу Захранения Отходов На площадке Мородыкова И надо сказать Что Чем мне нравится Обсуждение На палате Нет Недоговоренностей Вытаскиваются Наружу Все тайные знания У кого какие Они есть Жители Проводят Кстати говоря Жители Мородыкова Очень тщательно Обрабатывают все вопросы Поднимают документы Подготовленные группы Всегда ездят Приходят Все чиновники Профильные Которые приглашают Комиссию Сами члены комиссии Активно Обсуждают И высказываются На эту тему То есть вопрос Не прикрыт Такой остается Он разрабатывается И В итогах В итоговых решениях В обращениях К правительству Очень жестко Порой Ставятся Используются Формулировки Мы не можем требовать Например Но рекомендовать можем И когда мы рекомендуем Обоснование Которое там указывается Оно тоже очень серьезное Я сейчас не могу сказать Что там По этому вопросу Мородыковскому Это надо Чтобы приходило Министерство экологии И правительство Уже здесь Я скажу вам Давайте Ну вот Лежит перед нами Мы обсуждали Сейчас люди года Рейтинг ежегодный Бизнес новостей Радовались Что очень много членов Общественной палаты В разных рейтингах попали И вот я так смотрю На этот рейтинг И думаю Если бы я лично Составлял рейтинг комиссии Рабочих групп Общественной палаты То Ну понятно Наверное На первое место Если бы люди Составляли такой рейтинг Поставили бы Рабочую группу По контролю За состоянием дорог За ремонтом дорог Она на слуху Так сказать Совершенно Активнейшая Рабочая группа Куча экспертов Работает там Специалистов Сам губернатор Вы знаете Вошел в эту рабочую группу И результат есть Я вижу просто Как ребята работают То есть Они реагируют мгновенно Присылают видео Какое-то Значит там Вот неправильно делают Они тут же выезжают На место Все это разбираются И Наверное Рядом с этим Я бы поставил Комиссию по экологии Хотя Вот тут Светлана Получается так Что о работе Этой комиссии Меньше люди знают То есть Вот в паблике Она как бы Меньше представлена Хотя я-то понимаю И вижу Что эта комиссия Делает чрезвычайно Важную работу Возвращаясь к Мородыкову Это одна из Я считаю Побед вообще Комиссии по экологии Общественной палаты Но вы знаете Что Уничтожение Химоружия Мородыкова Завершено И вдруг В июне месяце Мы получаем письмо С огромным количеством Подписи От жителей Поселка Мирный Уречевского района Которые говорят о том Что А вот оказывается Мы слышали А у нас же слухи Это самое важное Всегда Что сюда В Мородыково Привезут С другого объекта Уничтожения Химоружия С такого региона Из Удмуртии Да Из Камбатии Значит Захоранивать Отравляющиеся Нам еще что Своих тут не хватило Захоронения Ну мы начинаем Этим заниматься Комиссия начинает Заниматься Причем мы договорились И с Маратом Ашарычем Эфштейном Ой Френкелем Прошу прощения И с Тамара Экальна О том что Ну давайте ребята Пока не будем Это все широко В паблик выносить Давайте разберемся Что там происходит Вы не представляете Какое количество Писем В разные федеральные органы Подписал я Готовили Члены комиссии Мы получали ответы И ответы Нас честно говоря Не радовали Сейчас мы должны Прерваться У нас полминуты Перерыв И дальше вы расскажете Почему не радовали ответы Окей Подводим итоги работы Общественной палаты Кировской области За минувший Семнадцатый год С Александром Галецких Секретарем Общественной палаты Кировской области У микрофона Сегодня работает Владимир Сметанин Светлана Занько И надо напомнить Что Сан Саныч в этом году Возглавил Общественную палату Да Итак мы говорим Об объекте Мородыковский И остановились на том Что огромное количество Писем официальных Было написано Общественной палатой Кировской области Федеральные органы И какие ответы приходили Ответы приходили Странные В одних ответах Говорилось Очень завуалированно Что да нет Вроде ничего Мы возить сюда не будем В других ответах Мы получаем Это где-то уже К осени ближе Стали приходить Эти ответы Не просто Повезем Даже назывался Класс веществ этих Которые Подлежат Класс опасностей Да У нас здесь Но поскольку Вы правильно сказали Что в комиссии экологии Специалисты Это шикарные Тамара Яковлевна Шихмина С ее лабораторией Она все годы Обоснования писала Мониторинг проводила То есть она-то знает Там все досконально Не все говорить Может уже Я понимаю И у нас с ней было Несколько встреч Отдельных совершенно И мы понимали Что если привезут Вот вещества Этого класса опасностей То возникает Целая серия вопросов Совершенно Ну нормальных Так сказать Вопросов У нас там два Полигона Два хранилища Они по проекту Рассчитаны были На этакое количество Этой гадости Отходов И конкретных Конкретных Наших мордыковских Конкретного Класса веществ Что В проекте Ошиблись И заложили Больше объема Раз еще что-то Можно сюда привезти Дальше Как совместить Этот класс веществ С этими И что это даст Не сегодня Не завтра Через 50 лет Скажем Экология Кировской области А надо иметь ввиду Что В прошлом году Во время большого Паводка Рековятка подошла На 50 метров К этому Захоронению К хранилищу При разливе Да Вроде там Все забетонировано Прочее Но Чем черт не шутит И Вы знаете Вот сейчас Я буду хвалить Правительство Появился Новый зам После выборов Губернатором Андрей Генневич Плитко Который Внутренней политикой Понятно Пришел на встречу С ним познакомиться Поскольку Общественная палата Это явно Внутренняя политика И в том числе Рассказал ему Ситуацию С Марадыкова Понятно Он новый человек В Кирове Ему надо было Вникнуть в ситуацию Коллеги Он вник за два дня Через два дня Я получаю приглашение Он собирает совещание Как потом выяснилось Всех заинтересованных лиц Все природоохраны Там все эти ведомства И федеральные И наши областные Два года Не собиралось Такое совещание И Меня попросили Выступить Там Первым Я вот эти вопросы Там серию 12 вопросов Было обозначил Серьезных очень После этого Выходит Командир Водской части Мородыковской И говорит Вышел И одну фразу Всего сказал Из скамбарки К нам отходы Не повезут Тема закрыта Нет Тема И вот тут Андрей Геннадьевич Опытный человек Он тоже говорит Шикарную фразу А откуда повезут? Нет Ну Хорошо Говорит Вы это заявляете Есть федеральное агентство Генерал Капашин Вот Мы направляем Сейчас ему письмо Если мы получаем Официальный ответ За подписью генерала Что сюда Гадости Скамбарки Не привезут Все Мы закрываем тему Письмо Такое правительством Было направлено Буквально Там через Полнеделю Получен ответ Я на сайте правительства Уже читаю Не будет Дополнительных Захоронений В объекте Мородыкова Вот это Серьезный подход Работа серьезная Которая все лето велась Она подготовительная Не зря оказалась И это принципиальная Позиция правительства Вот здесь интересы Жителей области Я не скажу Что это Оречевская Варьевная область И в целом Они конечно защищены Это очень серьезно А если бы не было Такого общественного резонанса Если так предположить Давайте не будем Говорить о том Что не случилось На самом деле На самом деле Очень показательный Видимо я гну Всю свою сторону Вы меня пожалуйста Прервите Очень показательный На самом деле И история с полигонами ТБУ Потому что В прошлом году Началась история Весной точно так же Со общественной палаты Когда На мой взгляд Вот как раз Общественное возмущение Которое возникло На местах Удалось перевести На площадку Общественной палаты Которая без конца Собиралась По этому вопросу Сводили Разводили людей Спорили Кричали Успокаивались Анализировали Это не решало Ситуацию с тем Что у нас Некуда вывозить Прямо сейчас Мусор Но согласитесь Сан Саныч Что в конце концов Это повлияло На конструктивные решения Во-первых Это дало возможность И властям Тоже понять Что инструменты Которые Необходимо включать Чтобы работать с жителем С жителями Должны быть всегда под рукой А то мы так Любим так сделать Мы из-под тишка Что-то сделаем А там дальше посмотрим Во что это выльется Здесь этого не получилось И пришлось работать С людьми И в том числе Людям открывать глаза Тоже на тех Кто живет Разом с вами Кто использует Вашу ситуацию А кто конструктивно работает Пришлось включать Механизмы федерального Там Да Уровня Тормозить Какие-то программы Которые не своевременные Были сейчас Там для области Не бежать Во весь опор И не совершать Каких-то ошибок Которые могли быть совершены Если бы Вот такой ситуации Не возникло И сейчас то Что я вижу С полигонами После последнего Круглого стола С Игорем Васильевым И ситименеджером Господином Шульгиным Когда четко было разложено Как Должна происходить Вот эта программа По сортировке Утилизации мусора В течение ближайших Там 5-10 Дней Лет Лет И вот здесь уже Нет Вот каких-то глупостей Недопониманий Недоговоренности Это очень важно Мне кажется По ТБО вопрос Прямо сейчас Еще не решенный Но по крайней мере Вот сейчас На круглом столе Была нарисована Конкретная перспектива Обоснованная С точки зрения Законодательства И науки И с точки зрения Работы с общественным мнением Светлана Вы правы Я думаю Что вот История конечно Долгоиграющая Она еще не закончилась Я понимаю Отлично Что лежит В основе Всего этого Вот давайте так Где бы мы не делали Полигон ТБО Жители любого Населенного пункта Которые рядом будут против То есть это изначально понятно И поэтому надо работать С населением Надо в открытую Было работать И вот я помню Ваша комиссия Предлагала Вот уже осенью Ну давайте Людей-то убедим Они не верят Что это будет Значит там безопасно Давайте еще проведем Исследование Пробы В присутствии Жителей Этого населенного пункта Пригласим их В то время Когда они не верят Что там Пробы берутся Это все Ерунда Там это вот Нафантазировали Да нет Прямо вот Пришли При них сделали Я думаю Что это Наверное Надо будет сделать Но вопрос еще Не закрыт конечно Нет вопрос Не закрыт Но я знаю Что уже сейчас На подходе Вопрос Который для меня Лично был очень важен Если рядом со мной Строится какой-то Такой-то объект Я хочу Чтобы вы мне показали А что с такими объектами Случается в случае Закрытия Рекультивации Свалок Так как это происходит В соседних регионах Например в той же Удмуртии Например меня бы удовлетворило Когда там строится Там горнолыжный курорт Окей Не горнолыжный курорт Но сделайте хотя бы Зеленый холм Да какой-то И если вы например Какой-то объект Начинаете строить Сделайте так Чтобы я себя дискомфортно Не чувствовала рядом с ним Я знаю что сейчас Правительство Министерство экологии И в городской администрации Вопрос рекультивации Уже прорабатывается Чтобы не сглазить Подробности Не знаю никаких Я думаю что Когда будут готовы Это озвучить Власти Они обязательно это сделают Главное пораньше Еще один долгоиграющий вопрос Так сказать Возник тоже Его особо в паблике Как бы нет А работа ведется Очень серьезная При общественной палате Вы знаете что Есть центр Общественного контроля В сфере ЖКХ Сергей Николаевич Улисин И вот член Общественной палаты Очень активно работают И они все время Работают конечно По запросу И вот вдруг В сентябре Вопрос возникает Серьезный Более 100 обращений Жителей Кировской области Связанных с чем Поменяли же Схему платы За тепло За тепло Раньше раскладывали На 12 месяцев Сейчас только На отопительный период Естественно Сразу выросла цена Так вот На мой взгляд Центр работает Очень правильно Они сразу организовали Серию семинаров Они их больше 20 Уже провели С собственниками Многоквартирных домов С управляющими компаниями С любыми жителями Которые хотели Прийти на эти семинары И они продолжают Их проводить Второй вопрос Возник так называемая Двойная плата За отопление Когда люди себе Автономные Поставили отопление За него платят И вдруг раз Им приходят Еще и за Централизованное От коммунальщиков От коммунальщиков Ну вот Опять же Общественная палата Проинициировала Вот этот ЦОК наш И рабочая группа В правительстве Создана И сейчас ищут Варианты решения Этой проблемы Рабочая группа Центра Вернее комиссии Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Они ведь активные Участники В том числе И наших эфиров Что особенно Мне нравится У коллег на комиссиях Там вообще Приятно очень бывать Потому что там Не скучный разбор Каких-то вопросов Ожидания Прихода или не Прихода министров Там в какой-то момент Коллеги все Очень заинтересованы Они профессионалы Они могут посвятить Заседание Там часть заседания Там научному Какому-то Или практическому Разбору В принципе ситуации Там все специалисты Сидят Они могут спорить Доказывать Находить верное решение Что важно Просто Выслушать там И порекомендовать Правительству Задуматься над этим Что иногда Мы вынуждены делать Когда вообще Некомпетентны В каком-то вопросе Но вот в этом В этой комиссии Они просто С таким азартом Прямо научным даже Изучают Или там Юридические какие-то Вопросы решают Всех подтягивают Со всех сторон Рассматривают этот вопрос И предложения Которые они выносят Они прям Умают практическую ценность Не только для людей Которые обращаются Со своими Вопросами и жалобами Но и для Центра по капитальному ремонту Да Для правительственных структур Которые ЖКХ занимаются Готовые решения Кейсы Да Я знаю Готов законопроект Уже так сказать Поправки некоторые Там по ремонту На капитальному закону И параллельно Казалось правительство Уже сделает Ну естественно Мы сняли свою Инициативу Слава богу Все И исполнительная Заметила О грехи Которые были Решила их Вовремя А могло бы быть По другому Правительство что-то Выдвигает А у комиссии Например решение Они видят другое То есть могла бы быть Ошибка Либо там Либо сям И тогда Эти два решения Это хорошо что они совпали Это доказывает Правильность этого решения Потому что два мнения Это всегда лучше чем одно В данном случае Не зря была проделана работа Ой кстати Новинка От центра общественного контроля Буквально накануне Эта новость появилась Создан сайт Defect43.ru Это интерактивная карта Нашего города Где можно буквально Точечно посмотреть Где какие работы Сейчас проводятся Где нет электричества Где отключена вода Где нет тепла Слушайте Любопытно Володя спасибо За такую рекламу Цока нашего И их ресурсов Вы знаете Что бы я пожелала Мы к пожеланиям Конечно позже перейдем Но я так хочу Чтобы наш сайт Общественной палаты Изменились Кстати безусловно Сравнивая его С сайтом ОПРФ Столько дел сделано Столько инициатив Столько кейсов решено Столько практических советов И так далее Ну вот этого ничего Конечно Есть над чем работать Да Есть Это я тоже понимаю Хорошо бы чтобы у нас был Мы обсуждаем сейчас Эту ситуацию Как нам поменять Сайт наш Сделать его более понятным Это же не просто Ведь нужно изыскать Где-то средства Мы знаем что со средствами Мы знаем бюджет Общественной палаты Озвучите его пожалуйста Не буду Володь я только могу тебе озвучить Что мы перестали распечатать Повестку дня Мы ее видим в электронном виде Вот пожалуйста Ну может быть это Общественная палать Ну кстати Это нормально Экономим то есть на всем Слава богу что не экономим На помощниках Они у нас есть Аппарат есть какой-то Аппарат который Изначально был создан Без которого невозможно Какие наиболее острые вопросы По например Развитию сельских территорий Мы можем вспомнить За этот год Давайте сейчас подумаем Над этим И через полторы минуты После рекламы поговорим Продолжается программа Дневной разворот Итоги работы Общественной палаты Кировской области На примерах конкретных Мы подводим В этом часе Сан Санычем тут задумались До перерыва Что мы можем сказать По работе Комиссии по аграрным Вопросам И развитию сельских территорий И поняли Что несмотря на то Что общая картина По аграриям Вроде неплохая В Кировской области Помните что да Принята программа 1 миллион литров молока На будущий год Молочка хорошо развивается Здесь у нас неплохо Чувствует себя Промышленное предприятие Молочное Но очевидно Что развитие Фермерского хозяйства Подсобных хозяйств И мясного животноводства В фермерских хозяйствах Это большая проблема Которой придется Комиссии и палате Заняться в следующем году Потому что были обращения Вы знаете Светлана Я бы еще сказал Что в этом году Комиссия это уцепили Ключевой на мой взгляд Момент я просто это знаю Занимался этим В правительстве Можно поставить задачу Промилю Антон Можно много чего Поставить задач Кто их будет выполнять А вот вопрос Подготовки кадров Для аграрного сектора Он сегодня Острейшим образом Стоит Потому что Те наши техникумы Бывшие училища Которые расположены В области Они теряют контингент Год от года Потом оказывается Что подготовка идет По целому ряду специальностей Которые не востребованы А которые востребованы Они так сказать Не готовятся Для этого надо Новую материальную базу Там обучать преподавателей И так далее И так далее И вот комиссия Общественной палаты Инициировала Очень серьезный вопрос О 26-го Агрообразований И вынесли Кстати на гражданский форум Его одна из секций Гражданского форума Очень активная секция была И мне то нравится Что здесь Интересантами Этого вопроса Выступают как раз Те кто в нем На самом деле Заинтересованы Это руководители Наших аграрных предприятий И они готовы Сегодня помогать техникумам Они готовы Так сказать Реальную помощь оказывать Они готовы Начинать со школы С этого С профориентации Этой серьезной Которой когда-то была То есть они понимают Что через несколько лет Они останутся вообще Без работников Если сегодня Они не вложатся В это дело Вот посмотрим Мне кажется Что это очень разумный подход И он должен Хорошие плоды принести Да Я отсылаю всех Кого интересует Этот вопрос На сайт Общественной палаты Обкос 43 Это комиссия По аграрным вопросам Развития сельских территорий Заседание Номер 19 26 сентября 2017 года Там Очень серьезных Несколько пунктов В решении Как раз по этому вопросу Рассматривались Итоги приемной кампании В 2017 году Я вижу Что Палата Указывает На несистемную работу В том числе Министерство сельского хозяйства На упущение В этой сфере И рекомендует Создать площадку Для координации действий Посмотрите Мне кажется Это действительно Очень важно Потому что Давайте мы будем Развивать О какого уровня Профессионалы будут работать И тут же вопрос Еще занятости Сельского населения Возникает Давайте поговорим Еще про гражданский форум Я считаю Что На мой взгляд В конце ноября Форум прошел успешно И не только потому Что туда приезжал Секретарь общественной палаты Российской Федерации Хотя нам очень приятно Было с ним пообщаться Здесь В этой студии И нам приятно было Что он был Удивлен Тем Что Инициативы Которые вот только что На уровне Федерации Вроде бы Конструируются А в Кировской Области Оказывается Они уже работают Вовсю Здесь была поставлена Задача Нашим представителям В общественной палате Российской Федерации Это Андрей Усенко И Дмитрию Донскову Эти инициативы Более ярко Высвечивать Показывать Этот инструментарий Хотя они могут Тоже не все знать Потому что невозможно Знать все Чем занимается Общественная палата Ну я думаю Во-первых Форум Традиционный Седьмой был Гражданский форум Это один из брендов Общественной палаты Кировской области И спасибо еще раз Валентине Николаевичу Пугачу Который предоставляет Абсолютно Безвозмездно Площадку Хотя в этот же день Проходил Гигантское мероприятие Я знаю что у них тоже Мероприятие огромное было Но при этом Все аудитории Были предоставлены Все условия Были созданы Для того чтобы И пленарка И секции Я благодарен Игорю Владимировичу Васильеву За то что он принял Участие в пленарном заседании Он слышал То что говорят люди И понятно Такое серьезное Представительство Общественной палаты Российской Федерации Было впервые Когда был Валерий Александрович Фадеев Секретарь Когда Александр Сергеевич Точенов его зам Когда Гриб Значит был Усенко Вот четыре члена Общественной палаты Российской Федерации Приняли участие В нашем форуме Понятно что Пленарка не ограничилась Пребыванием Фадеева Здесь на Вятской земле Он сразу согласился На ваш эфир Светлана Когда еще узнал Что вы члены Общественной палаты Кировской области Вот И Потом Я считаю Очень хорошо Что мы на нашем сайте Основные Тезисы Его выступления Разместили Тоже Затем Побывал в ряде Организаций Учуждений Предприятий Области Ну и прощались Так сказать Подводили итоги Думали Что еще там В будущем сделать Койкие наметки Появились Но для меня Самое важное Это было Конечно не пленарка Пленарка Но это Некое все равно Достаточно официальное Мероприятие Так сказать Хотя на пленарке Там был важный момент Было голосование Работала Жюри Там экспертная группа Я кстати не вхожу в нее Я уже только увидел Результаты потом И вот мы вручили Первые эти знаки А самое главное Конечно это секции Которые шли Секций было много Во время подготовки К форуму Заявлялись все новые И новые темы секций Мы обсуждали это Все время на Оргкомитете Но вот в итоге Получилось их 20 Я в третий день Работы форума В субботу Обошел все Там 4 секции Потом в субботу Работали Это очень интересно Конечно Для меня некоторые секции Были очень неожиданные Например Достаточно серьезно Обсуждалась проблема Внешкольного воспитания Семейного Оказывается Есть у нас Достаточно семей В Кирове В Кирове-Чапецке Которые Так сказать Ребенка По той или иной причине В школу не отдают А обучают его домашние И тут вот пришли Представители Минобора Так сказать И вот эти мамы И учителя Это было очень интересно Ну я немножко Так сказать Вот поучаствовал По медиации Очень интересная была Секция По молодежной политике Очень бурно Активно Очень много людей Там участвовало То есть вот В секциях Пожалуй Самые интересные рекомендации И возникали Сейчас вот все это Мы суммируем И в итоге Какая-то единая Там резолюция Появится Не хотелось бы Чтобы эти были Общие слова Пусть там будет Несколько Но каких-то Конкретных Планов Которые мы Себе на будущее Наметили Это на самом деле Очень приятно Что гражданский форум С нами Потому что Как-то время от времени Возникает ощущение Что гражданские Инициативы Гражданственность Развитие Гражданского общества Это вся такая история Ну вот сейчас Она схлопнется Нет Она не схлопывается Она развивается И по моим ощущениям Вот последних Нескольких месяцев После того Как у нас Более-менее Устаканилось С руководителем Региона И города Вы видели Сан Саныч Были встречи Круглые столы За которыми Спорили даже Но Правительство И администрация Стала знакомиться С представителями Гражданского общества И гражданский форум Помог этому Потому что Очень часто бывает Особенно когда люди Во власть приходят Из каких-то других структур Где раньше не общались Вот так напрямую Не было зависимости От нашего социального запроса Общественного Очень осторожно Относятся к общественникам Часто Правда же Есть за что Бывает иногда Но в целом Что вот они хотят Что они тут Со своими инициативами Почему они там Это решают Но сейчас проходит На мой взгляд У меня есть такое ощущение Вы у меня Не знаю Согласитесь ли со мной Вот сейчас Мы знакомимся Друг с другом И вот моя личная задача На ближайшее время Это Сделать партнерами В работе По развитию территории Власти И гражданское общество И ее представители Наиболее активных А у нас тут очень много У нас тут ТОСы У нас тут ППМИ До организации У нас активисты У нас проекты И надо чтобы власти осознали Что это Вот это вот То самое Зеленый Это вот росток Который нужно кормить И который нужно превращать В цветущее дерево Ну я не устаю повторять Одну фразу Так сказать Как попугай Я все время И в разных аудиториях Говорю что Ну я глубоко убежден Что результат позитивный Получится только когда Тогда когда объединяют Свои усилия Власть Общество И бизнес Вот если вместе Объединились Тогда получится Любое дело А если начинают Как лебедь Рак и щук То ничего хорошего В этом не будет Я Светлана еще добавлю После форума 1 декабря В Ульяновске Состоялось Состоялось заседание Общественного совета По развитию гражданского общества При полпреде Президента в Приложском Федеральном округе Михаила Викторовича Бабича Мы принимали в нем участие Он по новому Переформатировал совет То есть это впервые Проходил в новом составе Две палаты Палаты экспертов названы И должен сказать Так сказать Рад тому Что вошли в эту палату Экспертов Ваш покорный слуга Андрей Ильич Усенко И Наталья Алексеевна Катаева Члены общественной палаты И молодежная палата И там у нас Григорий Петрович Сейфули И на Лена Попова Вошли наши И были они на этом форуме На этом заседании совета И вот Я посмотрел Как полпред Слышит хорошо Представитель гражданского общества Ну я только один пример приведу Вместо запланированных Двух часов заседания совета Шло четыре часа И какой бы вопрос А кто-то задавал Михаил Викторович Он просто активно Интересовался Конечно очень активно Интересовался А молодежная палата Они конечно Перетянули все дело на себя Эксперты уже так Мы скромненько молчали Так сказать Понимая что надо Молодежи дать высказаться Огромное количество вопросов Они задали Проблем подняли Палпред реагировал На каждое выступление А вот это было конечно Ну показательно Достаточно Я еще хочу спросить Сан Саныч Вы человек с большим Профессиональным Жизненным опытом Ну вот сейчас работая В общественной палате Обсуждая те или иные Самые разнообразные вопросы Разные темы Есть ли такое Что на одни и те же грабли Где-то приходится наступать То есть я имею ввиду Вот системная ошибка Которая Не решается никак Есть Которая объединяет все эти темы Можно об этом В регионе ты имеешь ввиду Да в регионе Серьезный вопрос Я понимаю Вопрос серьезный И у меня есть некий То есть некий порог Переступив еще Через который мы еще Получим Был бы прорыв Да Больше всплеск Вот упираемся В какую-то стенку Ну Во-первых Мне достаточно сложно Эти полгода Потому что я перестраиваюсь Из позиции Исполнительной власти В представителях Гражданского общества Это немножко разные позиции Хотя с другой стороны Мне как бы Немножко легче Потому что Из другого оккупа Сан Санч перешел Да Стоял Истоков Формирования Общественной палаты И создания В Кировской области Поэтому я понимал Зачем она в свое время Создавалась Так сказать И пытался ее поддерживать С 2009 года Да А сейчас оказался Так сказать Вот по эту сторону И поэтому На самом деле сложно И я себя ловлю На мысли Иногда там На пленарке Или на свидании Каких-то комиссий Так сказать Оп И язык себе прикусываю Молчи Ты не оттуда Вот И больше старайся Слушать И давить возможность Высказаться Члену общественной палаты Общественности Мне вообще хотелось На самом деле Чтобы голос Каждого члена палаты Был слышен Потому что люди Это необыкновенно Интересные Посмотрите Вот каждый из них Сколько делает всего Николай Витальевич Кощеев Скажем Это же удивительно Какие мероприятия Он проводит Полицейская ассоциация Да Полицейская ассоциация Ну Валентина Павловна Иванова Уже не говорю Да любого возьми А спортсмены наши Которые Тренеры там входят Настолько активные люди Ничто звонят По стольким вопросам Интересуются А давай вот это сделаем Вот это В общем формалисты Не удерживаются Нет формалисты Не удерживаются По поводу системности Самое сложное Давайте антимин Программу Самое сложное На мой взгляд Может банальная лень Человеческая Нет Вот тут не банальная Очень сложная вещь Мне кажется Вот некий менталитет Вятских людей В основе лежит Все таки Того что мы Мы как то вот Очень осторожно Двигаемся вперед А мир то стремительно летит А мир стремительно летит Давайте лететь вместе с миром В какое-нибудь Светлое хорошее будущее Не в пропасть 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 В хорошее светлое Будем обсуждать здесь активно Я желаю Желаю во первых Вам Сан Саныч Хорошего нового года Спасибо О всех отношениях И праздника И последующего 17-го года Важный очень 18-го Серьезного А нам наверное Всем представителям Гражданского общества Объединяться Вот как ни странно Сейчас это прозвучит Но объединять Свою усилию С властью Общаться в первую очередь Как сказал Да Сан Саныч Общаться Принимать совместные решения И мне кажется Только в этой синергии Получится что-то Действительно Ценное И наша область Сможет Вырваться Вперед Как-то стартовать С этого места И Сан Саныч Ваше слово Последнее Спасибо за поздравление И прежде чем поздравить С наступающим Новым годом Я обращаюсь с некой просьбой К жителям Кировской области Дело в том Что вчера произошло Очень знаковое Событие В общественной палате Мы на рабочей группе По соблюдению Избирательных прав Граждан Кировской области Подписали соглашение С С Алексеем Кругловым С избирательной комиссией Кировской области О взаимодействии На президентских выборах С чем это связано Это связано С тем что Произошли некие изменения В законах выборах Президента Российской Федерации Это не только Только в декабре Случились И там Одно из изменений Которое касается нас Напрямую Если раньше было Два вида наблюдателей На всех участках Наблюдатели от политических партий Наблюдатели от кандидатов Сейчас появляется Третий вид наблюдателей Так называемый Общественный наблюдатель От общественных палат Федеральной и региональных У нас 1900 с лишним Безбирательных участков Это немало Люди должны быть обучены Они должны понимать Что там делают Плюс Это Это Общественные Общественные наблюдатели Они ни копейки за это Получать не будут За эту работу И вот мы вчера Собирали И заинтересованные Организации общественные На помощь которых Очень рассчитываем И Следите На нашем сайте Будет ссылка Скоро На сайт Который всегда работал Во время всех выборов У нас Где модератором Олег Юрьевич Ткачев Значит Сейчас быстренько Мы выработаем Некую там Форму И я Прошу и предлагаю Жителям Кировской области Стать общественными Наблюдателями На выборах президента От общественной палаты Заявляться на этом сайте Там будут указаны Все ограничения Которые есть И условия Которые Я думаю Что Вот Пул общественных наблюдателей Позволит сделать Выборы Еще более легитимными Еще более прозрачными Избежать Каких-то там Нарушений Ну а так всех Конечно же С наступающим Подождите Когда можно будет заявляться В общественные наблюдатели Я думаю Что уже где-то на следующей неделе На следующей неделе На сайте АПКО Можно будет На сайте АПКО Будет ссылка На сайт Качева Где можно будет заявляться В качестве общественных С Новым годом С Новым годом С наступающим Всего хорошего Александр Горисович Секретарь общественной палатки Русской области Завершается на этом Дневной разворот Всего доброго До свидания